Ну тогда жду от тебя выводов, дорогой. Очень жду. Я перезвоню. Ща-щас. Семенов, позвони в дежурку. Узнай, отправили они машину за медиком или нет. Ну да, щас, щас. Вы меня слышали или нет? Давайте живее. Олег, ну машину за медиком отправили. Достало, ждать ты уже. Ну давай быстрее. Вань, а это кто такие? Хозяева жизни. Чего так думала? В какой жизни? В нашей жизни. Тебе кто разрешил эту 222-ю в суд готовить, а? Ну так ведь там, Ольга Викторовна, очевидный состав. Гусева, мне лучше знать, есть там состав или его там нет. И чтоб через час у меня было постановление о прекращении. Здравствуйте. Хорошо. А у меня муж на выходные уезжает. Так, может, у меня скидка будет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сволочь! Её бы активность, да, на полезное дело. Нет, ты смотри, как разошлась, а. А вот это, вот это кто? Где? Да вон, вон, с бабой рядом. Кто? Депутат Ушаков. Значит, это я ему обязан. Кстати, по татарям, а что ты узнал? Пока всё сложно. А должно быть просто! Когда вы разберётесь с этим Зайнулиным? Я не понял. Повторяю по слогам. Иди в задницу! Вы забываетесь, Зайнулин. Я офицер управления собственной безопасности. Да ты что? Что-то действительно... Идите в задницу! Так вежливее. И подпишите пропуск. Слушайте, что вам понадобилось в моих материалах, а? Вообще, с каких пор УСБ лезет в расследование убийств? На вас жалоба. Вы занимались проведением оперативных мероприятий в отношении господина Низамова на основании агентурной информации. Нам необходимо знать, есть ли такая информация в действительности. Почему вы не хотите предоставить документы, тем самым снять все вопросы? Да потому что это туфта! Туфта заказанная! Этого достаточно? У вас будут проблемы, Зайнулин. Я доложу о вас руководству. Конечно! Но пока вы занимаетесь созданием проблем, можно я пойду бандитов ловить? Подпишите, пожалуйста, пропуск. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все заплатили? Коноваленко из УБЭПа завтра только из Москвы приезжает. И в спецполк не успели. Пробки? Вечером посчитаю, подходите. А что ты Зайнулин из Убойного здесь делает? Подставился, наконец? Сейчас по коридору шел, аж пар валил от злости. На выход шел? Да вроде да. Свободны. Мурина позовите меня. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организуй-ка мне сегодня встречу с этим депутатом. Угу. Да. Привет, это я. Звоню, как обещал. Узнал? Нет пока. Зайнулин этот не просто оказался. У него хорошие позиции, но завтра я узнаю. Появился еще один вариант. Х-10. Узнай, кто у меня крыса. Я чую ее запах. Узнаю. И выскочку этого мента на место поставлю. Ты только там раньше времени и никому иголки под ногти не вставляй. А то я твой характер знаю. Ладно? Ладно. Ну, о генерале мы потом поговорим. Вызывали? Да. Заходи, заходи. Уважаемые закупатели, в нашем магазине вы можете приобрести одежду... Здравствуйте. Здрасте. Могу чем-то помочь? А где у вас примерочная? Вон там, пожалуйста. Спасибо. Ой, извините. А, да проходите, пожалуйста. Я закончил. Спасибо. Че стряслось? Я еле вырвался. Шепец на нервике. Суета какая-то нехорошая. Мои оперативные материалы стали интересны нашей безопасности. Я же говорил тебе, что ушибы с ними плотно. А я помню, поэтому ляг на дно. Встречаемся только если небо падет на землю. Так, чтобы с месяц я тебя не слышал. Ясно. Ну, че, я... Ладно. Ну, я побежал. Торопишься? Почитай, почитай. Просветись. Шеф сказал. У него встреча с какой-то важной шишкой. Сказал мне, чтоб я был под барами. С какой шишкой? Где? Я не знаю. Знаю только, что с Кушклубиной Васильевска. Торопишься, беги. Че стоишь? До свидания. До свидания. А вы так и будете в мячик играть? Или расскажете о цели нашей встречи? Я вас позвал, чтобы поговорить, как цивилизованные люди. Слушаю. У меня к вам всего один вопрос. Торговый центр на Октябрьской набережной. Зачем вы мне мешаете? Устраиваете разные комиссии? Взбаламутили ЮНЕСКО? Мол, мы уродуем исторический центр. Ну, согласитесь, где этот центр и где эта набережная? Но есть необходимый стандарт. Ваш проект превышает лимит этажности. Да бросьте вы. Слепому глухому видно, какая фирма претендует на это место. Кстати, ваша супруга сколько процентов там имеет? А вот это к делу не относится. Да ладно, я понимаю. Все мы люди. Я готов компенсировать. Мне пора. Сумму назови. Ты что, не понимаешь? Странительство начали. Сколько денег я потеряю? А это твои проблемы. До свидания. Что стоим? Посмотрите, что с ним. Ну, жив? Ну и плевать. С телом разберитесь. Нет человека, нет проблем. И приберитесь тут. Я в душ. Извини. Да. Небо упало на землю. Что? Надо встретиться. Хорошо. На втором месте. Успи. Дверь захлопнешь, встретимся в управлении. И где их сейчас искать? Один точно в салоне отдыхает. Там, где я раньше работал. Откуда такая уверенность? Он попросил, я устроил. Третий этаж, хото семь. Две тёлки на целый день. Нормально, расслабиться. У него что, два члена? В смысле? Шутка. Смешно. А квас где виснет? Этого я не знаю. На Петроградке где-то. Я его на Петропавловке как-то высаживал. Значит так, когда возьмём Ахрима, ложись на дно. Низамов пойдёт зачищать по большому кругу и тебя накроет. Ага. Не маленький. Давай. Ладно. А по-китайски можешь. А я могу и на Сувахиле, если потребует оперативная обстановка. Из СБ уже звонили. Не мог вчера повежливее? Мог. Но не захотел. Да чёрт с ними, Витальич. Ну? Депутат ЗАГСа Ушаков. Убит сегодня ночью. Ещё никто не знает. А ты уже знаешь. Грохнул его Кира Самарский. Лично. А утилизировали два его организма. Квас и Ахрим. Какой он тебе Кира Самарский? Он давно уже Кирилл Юрьевич Низамов. Я помню. Известный бизнесмен. Помогает детским садам. И так далее, и так далее. Туфта. Сам он давно этим не занимается. Верняк, я чувствую. Чувствуешь? Я тоже чувствую, что ничего, кроме проблем, нам это не принесёт. Ты ещё не понял, что ли, с кем связался? Понял. Но квас-то с Ахримом. Форбсы не прописались? Надо скорее брать их, пока Кир в болоте их не притопил. Хлопнем обыск. Одежду на микрочастицы. Раскулем. Трупа-то явно нет. Скажут. И будет труп. Так просто у тебя всё. А кто не рискует, тот не пьёт кофе по утрам. Полетят опять жалобы в УСБ о ментовском беспределе. Откажут. Ментов же нет. Значит, и ментовского беспредела нет. Жигит, блин. Есть менты, нет. А беспредел всегда будет. Через десять минут все у меня. Ну, чё ты, а? Так. Что есть по квасовой Ахриму? Вот, Рустам Рашидович. А по адресам? А Хрименко прописан на Ленинском. И есть ещё адрес съёмной квартиры, что нам в прошлом месяце Нарушка давала. А у вас только прописка в общаге. Ладно, разберёмся. Ну, что, мужчины, разомнёмся? И в магазине был. Всё купил. Слушай, я могу ехать очень медленно. Так что ты не дорогой. Ротелло, я что здесь пойму, где здесь кот? Борька, да вы чего? Да не сию. И пропадает же добро. Всем всё ясно? Яснее и ясного. Мужики, чё-то я очкую. Берёд. Управление собственной безопасности. Начальник отдела спецоперации, майор Латунин. О, а у нас скромнее убойный отдел, чем обязаны. Плохим поведением. Вам придётся приехать с нами. Послушайте, у нас работа, а не до игрушек. А вы пока поиграйте в песочницы, мы за вами зайдём. Стоять! Стрелять будешь? Ну, давай стреляй. Ты в живого человека вообще стрелял когда-нибудь? Я как чувствовал, что без эксцессов не обойдётся. Что ж вы, девочки, не предупредили, что вы с мальчиками? Я был в курсе операции. Мы работали по серьёзному резонансному делу. Вы нарушили наши планы. Боюсь, что вас ввели в заблуждение, Родина Витальевич. Каким же образом? Группа Зайнулина давно хотела взять по свой контроль салон красоты. Пугали хозяев тем, что будут оформлять бизнес как публичный дом, а массажисток регистрировать как проституток. И что, уже есть заявление от хозяев? Есть. Ну и помощники сейчас привезут. Здорово, Марий. Что у тебя тут? Вот, Борис Васильевич, мужчина хочет пообщаться с вами. Ты что ли тут самый-самый? Допустим. Заместитель начальника 116-го отдела майора Орлов. Ваши документы? Хм. УСБ. Старший оперуполномоченный Маслов. Ну а что, у нас с вашими все договорено? Я все обязательства выполняю. А что, какие-то проблемы? Могут возникнуть. Садись. Я слушаю. В общем, все твои должны написать заявление на сотрудников уголовного розыска главка. Затрудников уголовного розыска главка. О том, что они у них вымогали деньги. Всю информацию я предоставлю по этому делу. Наперов, главка? Проблематично. Я... Я думаю, что они меня просто не поймут. Они... А тебе, майор, знаешь, что главное? Чтобы мы тебя понимали. Ведь так? Это все? Ну, пока все. В общем, работаем по системе, все включено. Да, вот злодеи. Пускай изучают. Опознание должно пройти в лед. У нас есть понятые с допуском. Ключи. Нам понадобятся ключи от вашего сейфа. Ключи утеряны при силовом задержании. Также пропал кошелек с деньгами. С бриллиантами. Откуда у офицера полиции кольцо с бриллиантами? Наследство. От пра-пра-пра-пра-дедушки. Фамилия Чингисхан. Не слыхали? Прекрати, Рустэ. Где ключи? В машине оставил. Я в канцелярию возьму. Так, ознакомьтесь и распишитесь. Начальник, я татарин. Переводчика нужен. По-русски не бельмеса. Зайнули. Веселый парень. В Нижнем Тагиле в самодеятельности играть будет. Лет десять. Аншлаг обеспечен. Что значит подозревается в убийстве бывшего охранника с салона красоты Синей Розы Хвостенко по кличке Хвост? Удивлен? Думал, мы не узнаем, что сговорившись о взаимодействии с охранником, обиженным на свое увольнение из салона, вы попросту убили его. Убилю! Рустэр! Ты на кого работаешь? Рустэр, сядь! Рустэр, сядь! Я тебя... Отстану! Отпусти! Все, все. Все, 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 сел, все. Нападение на сотрудника при исполнении. Еще одна статья. Интересно, что это у нас такое? Неужели зажигалка? ПМ. ПМ. Хвостенко застрелили из ПМ. Этот ствол я забрал с экспертизы и должен вернуть следователю. По какому делу? По молокозаводу. Следователь Горин. Есть такое дело. Там есть справка от эксперта. Можно сверить номера. Даже если этот пистолет изъят по делу, это не значит, что из него не могли убить. Ага. А положил я его туда силой мысли. Потому что, судя по вашим бумажкам, хвост был убит за полчаса до моего задержания. У вас могло быть много сообщников. Несмотря на вашу уверенность, я бы попросил не назначать майора Зайнулина преступником. Это прерогатива суда. К тому же и экспертизы по пистолету еще нет. Совершенно с вами согласен. Но интуиция мне подсказывает, что все сойдется. И дорого стоит твоя интуиция? Для тебя, да. Цена ей годы службы. Кому прислуживаем? Надо бы к нему домой с обыском съездить. Ого, давайте быстрее. А то сообщники бриллианты перепрячут. Ну что, все хорошо. Все по плану. Он арестован? Ищу обыск, формальности всякие. А, ерунда. Не торопись. Я лично сужу о результате. По окончанию процесса. А у нас судят о результате по окончательной сумме. Правда? Мне кажется, сумма была вполне достаточной. Согласен. За вымогательство, да. Но мы пошли дальше. В смысле дальше? В смысле хвост убит майором Зайнулиным. Работаем. Да, ребята, я вас просто недооценил. Ну, еще не поздно все исправить. Да, прошу. С удовольствием. Слушайте, давайте быстрее. Вы до утра тут собираетесь возиться? Так хорошей компанией время летит быстро. И я в камеру не тороплюсь. Только в сортир сводите. А то я в нашей столовке обидал сегодня. Кстати, когда ваше ведомство ей займется? Терроризм запросто поднимете. А ты шпору накатай, отреагируем. Вот накатаю. Ей богу, накатаю. Но сначала облегчение. Ты сначала душу облегчи. Ну, вы сами этого хотели. Кто не спрятался, я не виноват. Слушайте, да вы видите вы его уже, а? С руками. Отведи. Пойдем. Подстрахуй. Не торопись. Посмотри за ним. Заходи. А бумажка кто будет орудовать? Ты? Давай, ничего, подотрешься. А место нагрел? Ага, нагрел, нагрел. Дверь не закрывай. Хорошо. Только чур не подслушивать. А то я стесняюсь, когда громко думаю. Кто-то долго. От страха не так припрет. Так загляни на всякий случай. Может, он там уже окоп вырыл. И пулемет установил. Эй, взяточник. Ты там как? Эй, ты че там нюх потерял? Дверь открой. Отстало все. Галимая. Двалить их всех надо. Ты думай, что говоришь. И что дальше? Откуда я мог знать? Бегом прочесать улицы. Далеко он уйти не мог. Бегом! Здесь начальник департамента собственной безопасности генерал Романов. Завтра постараюсь с ним поговорить. Рустем. Будет отвечать по всей строгости закона. Слышь, мужик. Тебе что, проблемы нужны? Дети Фри, а ты на всех прохожих со стволом кидаешься? Опа. Не на всех, на некоторых. Чего это тебя так шмонит? Из свиней катался на мусоровозе. Зачем? А это у нас теперь такой служебный транспорт. Каждому мусору по мусоровозу. Да, что-то не смешно. Давай не будем отсвечивать. Пошли в машину. Да. Я думал, только мы бандитов в бега подаемся. А вы, менты, оказывается, ничуть не хуже. А мы вас теперь во всем заменили. В рэкете, в стрелках, ну и в бегах. Пора из братвы Рубоп делать. Региональное управление по борьбе с организованными полицейскими. Ты языкастый. Так, здесь 1200, код 1730. Запомнил? 17 девчонок, по 30 лет. Что еще? Телефон был чистый. Здесь забит мой секретный номер. На остальные не звони, засветишься. Понял. Еще бы весточку моим парням передать. И найти двух обмороков. Зовут Квас и Охрим. Дяденька, дайте водички попить. А то так есть хочется, что и переночевать негде. Замерзнешь. Друзья. Здравствуйте, Бог Сергеевич. Вот справка по вчерашней реализации отдела Латунина. Правда, там главный фигурант сбежал. Зайнулин такой. Из убойного. Знаю. Ко мне сейчас едет начальник угрозыска. У него есть сомнения в правомерности и деятельности сотрудников собственной безопасности. Василий Алексеевич, ведь это вы исполняете обязанности начальника управления, а не я. У Латунина самые лучшие показатели. А если без показателей? Чего вы умолчите? А вот назначу я вас начальником управления. Тогда не придется отмолчиваться. Не надо. А чего вы испугались? Никогда так его не видел. Чтобы заместитель начальника управления не хотел карьерного роста. Я их заместителей не хотел. Уговорили. Латунина назначить, как рекомендуют некоторые из Москвы. У него самый лучший показатель. Да идите. Разрешите. Полковник Новосельцев, начальник. Я понял. Садитесь. Я так понимаю, речь пойдет о майоре Зайнулине? Нет, товарищ генерал. Речь пойдет о другом. И о чем же? О предчувствии войны, товарищ генерал. И кто это с кем собирается воевать? УСБ с полиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди за ним. Пожалуйста, 97 рублей с вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сообщи инициатору. Он моменталку сделал. Надо его работать. Наверняка это информация для разыскиваемого фигуранта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочки, ну, девочки, ну, что ж мы так речим-то, я не понимаю. Так голова болит пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что ты подскочил? Тебя девчонки мои разбудили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, во-первых, у меня не бордель, а эскорт-агентство. Если что-то не нравится, вон бог и вон порог. Нет, мне все очень нравится. Просто мне действительно нужно валить. Куда ты собрался-то? Тебя же вроде ищут, сумасшедший. Кошки-мышки, ерунда. Надо встретиться с людьми. Понятно. У тебя потрясающий вкус, спасибо. Так я же текстильный закончила. Дипломированный дизайнер. Ну, ладно, одевайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, товарищ министр, Латунин? Да, мне звонили из ФСБ. Оценка очень высокая. Но я хотел бы предложить свою кандидатуру. Возможно, вы помните полковника Щуку? Щуки обедать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бабуля, что у нас на обед? На обед у нас жареные караси. Дедушка их утром поймал, пока щуряка спали. Щуки любят... Карасей! Конечно, карасей! Уведи их. Ага, ну-ка, пошли домой быстренько. Не догонишь, не догонишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляешь, Щука, до сих пор помню, как на твою дачу проехать. Я думаю, тебя ведет воспоминание о моем шашлыке. И самогоне тоже. Намек понял. Пойдем. Говори, с чем приехал. Надеюсь, не в полицайе меня звать. Хуже. Я слышал, что работяга, которому я салфетку в карман кинул, по телефону говорил, что в Шушары едет. Карьер копать. Вот пусть наружка за ним в Шушары изгоняет. Заодно и проветрится. СМЕХ Телефон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грушин, слушаю. Какая доставка пиццы? Вы что там, на посту опупели, что ли, совсем? Чего? Пицца от Дьюти Фри? А, да. Это мы заказывали. Забыл. Просто мозг отключился, голодный. А, спасибо, давай. Пицца от Дьюти Фри? Угу. Не заперто. Здравствуй, красавица. Фрук ТВ. Так точно. Я Грушин. Он Яблонский. Ксивы имеются. Смотри, грамотная какая. Конечно, есть. Почему с усами? Жене нравились. Чего сбрил? Развелся. А, ладно, понятно. Приятного аппетита. Спасибо. Пойдем, провожу. Спасибо, пиво мне запьешь. А вот от денег бы я не отказалась. Не, ну нормально вообще. Бойка, пойдем, пойдем. Это ты мне оперу с 25-летним стажем предлагаешь такое. Мне же руки потом никто не подаст. Не утрируй. Мне же ты руку подаешь. Ты и я. Это другая симфония. Я сегодня говорил с начальником уголовного розыска. Он мне впрямую сказал, что через некоторое время опера будут стрелять в УСБшников. Полгода в УСБ не было руководства. Там теперь исполняет обязанности Ковров, который работает по принципу ничего не вижу, ничего не слышу, никуда не лезу. Это долго проработает. Наверняка. Там всем заправляет некий майор Латунин, начальник отдела. У него очень серьезная поддержка сверху. Показатели, мечта начальника, сам по уши в наградах. Но? Даже если и есть, но. Но не ухватить. Что, даже тебе, начальнику департамента? Я же тебе говорю, у него очень серьезная поддержка сверху. Нужны факты. А ты мне что предлагаешь? Работать начальником УСБ или работать против них? Я тебе предлагаю работать. Навести порядок в собственных рядах. Мальчики, идемте в дом. Там теплее. Идем, идем. Решай. Мой дед работал начальником уголовного розыска. Его убили урки. Отец оперил всю жизнь. Я не могу сажать своих. Щука, оглянись вокруг. Много ты видел в полиции своих? То есть наших? А те, кто остались? Кто их защитит против своих же коллег? Я тебе предлагаю не на ведьм охотиться. Я тебе предлагаю изменить систему. Ты, генерал, рассуждаешь как курсант. То, что с таким упаянием разваливали десятилетия, у меня двух жизней не хватит, чтобы все это собрать. Мир с катушек слетел. Май месяц. Снег идет. А ты-то на что? Подумай о внуках. Не надо меня агитировать. Я соглашусь, если ты приведешь эти один аргумент за. Но, кроме долгой чести, конечно. Трудно. Я бы мог тебе сказать, что майор Зальнулин в розыске. Нужно разбираться с его делом. У тебя и так с ним старый конфликт. Так что мои аргументы на этом закончились. Спасибо за обед. Как там говорилось? Хороший дом, хорошая семья. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Да пошел ты. И впрямь пора. Эй! А ну, пошли отсюда! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У вас есть адрес его съемной хаты. Тогда надо заскочить на базу. У меня все там. Ну, заскакивайте. А я пока подремлю. Думы одолевают. А возвращение на работу? Как догадалась? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извини, лякнул, не подумавши. Что-то решил. Он предлагает мне место начальника ОСБ. Так. Я думала, началась нормальная жизнь. Ты что, не услышала? Я отказался! Это ты меня не услышал, щука. Сегодня отказался. Три дня помотаешь мне нервы и согласишься. Лучше бы уж сразу. Давай, маленький, покушаем. Папочка, тебе купил итальянских. Давай покушаем, а потом споем песенку. Кто у нас свистеть умеет? Я тебя во сколько вызывал? Ты на час опоздал. Шеф, не поверишь. В лифте застрял. Целый час мастер ждал. Слушай, заткнись, а. Жрать меньше надо. Ты уж поди два центнера весишь. Тебе только грузовой лифт и подходит. Садись. Что с этими? Охримом и квасом. Я думаю, они на дно легли. Ищем. Плохо. Плохо ищите. Уволить обоих без выхода на пенсию. Понял, сделаем. Это все? Все. Тогда я пошел. Сделай одолжение. Ну, почему же вокруг нас одни дебилы с тобой, а? А потому что нет правильной системы образования и воспитания. А вы у нас самые воспитанные. Приходите без приглашения, уходите не попрощавшись. Я на минутку. На минутку. Опять деньги нужны. Где этот чертов татарин? Пока бегает. Но я пришел с извинениями от начальства за вчерашний косяк. Из хорошей новости. Вы начинаете работать на меня бесплатно. Хвост убит из пистолета, который изъят из сейфа у Зайнулина. Баллистики дали категорическое заключение. И поверьте, ему конец. Конец будет, когда заключение даст патологоанатом. Какой смысл во всех ваших комбинациях, если он на свободе? Найдите его. Я думаю, что скоро он сам нас найдет. Птичку не трогай. Ну, малышек мой. Наверное, тут подъезд. Иногда везет. Ах, Рим, брателла! Здорово! Какого черта! Постали, блин. Говорил, не надо было с гамбургером ехать. Да я не жру. Жал, ты ум становлюсь. Что делать будем? Валить! Да это кто-то найдет. Быстро, быстро, быстро! Осторожно! Держи его! Где он? Держи! Держи его! Стой! Стреляй давай! Где оружие твое? Что ж такое? Ах, блин, братан, свои! Зараза! Спасибо, пацаны! Не за что! Ну ты Рэмбо! Поехали! Да хочется знать, придет он в гости в субботу или нет. Один приехал или с Ириной. И потом долго будет еще от тебя током весь во все стороны. Может быть, ты телефон возьмешь? Да. Привет, Лиза! Сейчас, погоди минутку. Лиза Зайнулина. К ней пришли Рустема искать. Они же три года в разводе. Два. Да, Лиза. Геннадий Денисович, да мне больше посоветоваться, в общем-то и не с кем. Да. Да-да-да-да-да. Да. Да, документы они показали. Но я разобрать-то ничего не смогла, я все равно. Да не живем мы вместе уже с ним. Я не знаю, где он, с кем он. Да их-то не волнуйте. Ведут себя как бандиты. Не бойся, я выезжаю к тебе. Геннадий Денисович, миленький, мне правда очень-очень страшно. Ты кому звонила, тварь? Ай, а что вы делаете? Покрушников. Что вам нужно? Отдайте. У вас тут целая банда. Пойдем. Что вам нужно? Что? Что вы? 13-й отдел полиции, дежурный майор Остапенко. Срочно высылайте наряд. Кронверская, дом 3, квартира 5. Неизвестные представились с сотрудниками полиции и вырвались в квартиру. Что значит представились? Документы показали? Не знаю. Мне позвонила моя знакомая, которая является... Пусть знакомая сама тогда и звонит. Послушайте, она боится, ей угрожают. И что? Майор, я пенсионер МВД, полковник Щука. Да хоть генерал Карась, мне по телефону ваших документов не видно. Приходите лично, тогда я поговорю. Ну что, так и поедешь? Шорт? Переименовать переименовали. А уродов разогнать забыли. Ждать тебя тогда. Как все сделаю, так приеду. Ворота закрой. Ну вот. Еще нервотрепки. Лет на 10. Здорово. Здорово. Не в курсах, что за гонки? Да может, война? Да, Шустрый. Да вы что, пацаны? Какая война? А вон, где Тюферия идет, сейчас выясним, что к чему. Здорово. Здорово. Значит так, тема следующая. По городу бегает обморок. Погонял Аквас. Пацан Киры Самарского, бывший. Нужно найти место, где он виснет. Он нужен живым или... Стоп, стоп, машина. Вене, я хоть слово сказал про мокруху. Я сказал, мне нужно найти место, где он виснет. И чтоб не пугнули его оттуда. Мне заяц в поле не нужен, ясно? Да ладно, ладно, понял я. Ну, а раз понял, тогда вперед. Ваш паек. А то сголодаетесь у меня. Похудеете. Доброе утро. Привет. Хотела тебя будить, а я смотрю, ты уже проснулся. Собрался. Черный кофе тебе на завтрак. Как ты любишь. Без сахара. И посылка тебе от Дьюти Фри. О, когда мальчики начинают баловаться подобными игрушками, дело добром не заканчивается. К тебе могут зайти два фрукта с моего огорода. Грушин и Яблонский. Оставить информацию для меня. Спросят двух девчонок с чувством юмора. Запомнила? Запомнила. Сделаю. Обхохочется. Только сама не светись. Пошли к ним кого-нибудь. У кого память получше. У наших клиентов обычно совершенно другие показатели. Ну, ты что-нибудь придумаешь? Да, конечно. Спасибо. Да? Жень. Спасибо тебе. Ты меня очень выручаешь. Ну, я же не могу отказать одному из немногих, кто еще помнит мое настоящее имя. Иди, я все сделаю. Геннадий Денисович! Геннадий Денисович! А это еще кто? Друг мужа. Еще один подельник. Лиза, ничего не бойся. Мы разберемся. Эй, в тапках! Сюда иди. Документы есть. А ваши документы? А ты что такой борзый? Управление собственной безопасности. Документы, я сказал. Давай, давай, живи. Давай сюда. Полковник Щука. Что-то не припомню такого. Так это понятно. Я же на службе бандитов ловил, а не женщин пугал. Это жена моего друга. Могу я поинтересоваться, куда вы ее везете и по какой причине совершено задержание? Не можешь. Секретная операция. Значит так, пенсионер. Завтра придешь в ВСБ. В 12 часов в 8 кабинет. Вот там и посмотрим, достойный ли ты быть пенсионером полиции или нет. Ясно? Значит так. Ладно. Мне деньги нужны. Дойдите. Да, дам. Сколько надо? Я не знаю. Мне на врача. Залетела я. Тогда не дам. Рожать будешь. Прикалываешься? Нет. На кое ты мне? Да на той. Я ребенка хочу. Не хочешь воспитывать? Оставишь. Один черт не брошу. Голодными не будете. Понятно? Понятно. Только у вас от Таньки администраторша дочь. От докторши санэпидемконтроля сын. И еще трое я слышала. Немного. Зачем столько? Не пойму. Не дай бог тебе понять. Дай пиджак. Да. Нашли? Отлично. А где? Понял. Дай-ка. Дай-ка свой телефон. Зачем? СМС-ку писать буду. За грузовиком после перехода оставите, пожалуйста. Здорово. Здорово. Начальник главка приедет, скажет, что ему Романова в кабинете. Понял? Так точно. А это кто? А я знаю. Явно не прохожий с улицы. Ты же к замминистру в шортах не ходишь? Не допускать их сращивания с криминалитетом и нечистоплотными финансово-промышленными группами. Предложение еще в силе? Товарищ генерал, я сказала, что вы заняты. Я согласен. Все нормально. Товарищи офицеры, разрешите представить ваш новый начальник, полковник Щука. Честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто? Это сосед снизу. Квартиру снимают. Ты один дома? Ну, один. И чего дальше? Братан, помоги. Я тёлку привёл, а резинок нету. Одолжи парочку, я тебе буду должен. Чего? Какие резинки? Ну, какие-какие? Ну, неожевательнее же. Я тёлку привёл, а резинок нету. Да ларька далеко. Ну, пожалуйста, помоги, а то она передумает. Дура. Чувак, а ты всегда по соседям за этим бегаешь? Ага. Ну, ладно, жди. Спасибо, братан. Придурок. Ну, что, попался оборотень. Руки вверх. Вверх руки. Обе руки вверх. Лицом к стене. Как же ты не вовремя толстяк. Кто? Я толстяк. Прижал. Ты бы так с бандитом известен, а не со своими. Какой я тебе свой оборотень. Чего ты ржаешь? Чего ты ржаешь? Что смеёшь? А с тебя... А с тебя пиво льётся. Я ведь говорил, что ты не вовремя. Говорил я тебе, а. Чего ты? Если ты там, отойди от двери. Стреляю. Вот, попадос. А ты в УСБ потом объясняй, зачем ты в дверь парил. Понятно? Как всегда. Квас! Стой! 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 Куда ж ты? От недопитого уходить, Квас! Да пошёл ты! Подожди ты, суслик! Разговор есть! Стой! Стой, я сказал! Тебе же лучше будет! Квас, подожди, стой! А хрему не я завалил! Я же тебе помочь хочу! Ага, ща нашёл дурака! А ты альпинист, уморощен, а. Что ж ты? Стой! Чего вы делаете? С дороги! Погнали, погнали! А ну, стой, полежать, машина, стой! Разрешите? Входите, входите! Генерал Романов сказал, что завтра будет приказ Я также связался с кадрами Они сказали, что удостоверение тоже будет завтра А фото ваше у них... Понятно, понятно, из прошлой жизни Кофе хотите? Нет Присаживайтесь, Василий Алексеевич Мне бы своё удостоверение вернуть Два ваших бойца отобрали На чёрном джипе ездит У одного на пальце вот такая гайка Маслов и Картавин Это из Латунинского отдела спецопераций Они сегодня на реализации Ну, ладно Я устрою реализацию На детородных органах Слушай, Василий Алексеевич Много у вас тут таких? Каких? Бандитов Ну, вообще-то я с личным составом не общаюсь Я больше по бумагам Планы, секретка Понятно, понятно Не хочешь говорить Мне до пенсии всего ничего, Геннадий Денисович Меня место ждёт Хорошее А вы при всем уважении На какой срок тут неизвестно Латунину многие пытались убрать Мне проблемы ни к чему Значит С ярмарки едешь Скорее объезжаю ярмарку стороной Того же позиции Слушай, Алексеевич Найди ко мне этого Маслова, Картавина А заодно и Латунина Есть Ну, при том, что не я же завалил депутата Заставил нас работать Пожар на движение Еще немного, и я взял бы Зайнульно Грамотно и по-тихому Заставил нас работать Пожар на движение Еще немного, и я взял бы Зайнульно Грамотно и по-тихому А вышло Шумно и по-сырому Не хочешь, не надо Но мне сегодня Следствие надо снести Чтобы его в розыск объявили Сядь Ну, сядь, сядь, сядь Извини Нервы Сейчас принесу Птичку не пугай Где Тарасов? Там внизу А что? У меня там майор За избы сидит После того, как он уйдет Надо его незаметно пропасти Понял? Я и сам смогу Ты себя в зеркало давно видел? Незаметный Вроде никто не жаловался Потому что нехому было Сейчас валить никого не надо Надо просто посмотреть Куда пойдет мент С моими бабками Понял? Понял Через пять минут Тарасову скажи, что был готов Хорошо Так, еще один Ну, вроде все Чисто Что-то сейчас будете выставлять? Петр Карлович сказал В порядке шефской помощи Ну, тогда От нашего стола Вашему столу В порядке шефской помощи Начальцу прибет Передам Здравствуйте Здравствуйте Это рухлядь Это рухлядь еще от дедов осталось Давай, дайте себя оставь Ну, в приемную тогда отнесите Пусть там красуются Давай, поднимем Как говоришь, его фамилия? Щука? Значит, скоро буду Разберемся Вы с Картавиным Пока на базу Без меня не суетесь Все, давай Да Конечно, помню Я уже на пути к вам Сегодня все будет оплачено До встречи Ну, как ноутбук? То, что надо И программка хорошая Откуда такой шик? Ну, говоря Твоим языком Мы высокотехнологичный бордель Кстати Вот этой программкой Мы любую деваху Красавицы делаем Есть! Слушай, у тебя есть Какие-нибудь лохмотья? Ну, для тебя Все, что угодно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день Рада видеть вас Здравствуйте Что хотел тот мужчина Который был у вас до меня? Извините Мы не даем информацию Это конфиденциально Его фамилия Латунин Это я знаю Мы помогаем купить ему квартиру в Берлине Сегодня последний день оплаты первого взноса Мне нужны ксерокопии документов Хорошо? Сделаем Спасибо Только в каталогах и смотрится К твоей фигуре лучше всего седло подойдет Мне все мой подбирает Что это? Стучать надо, мы работаем Начальство не стучит, ему стучат Моя фамилия Щука, кто старший Майор Головатько Римма Марковна Капитан Картавина Старший лейтенант Ростовцева Капитану Картавину С женой приходитесь? С сестрой Ну а вы Тоже К родственникам пристроились? Что молчите? Я Теща майора Латунина По образованию кто? Технолог общественного питания А вы? Организатор клубно-массовой работы Вы? А Викулечка у нас танцовщица Она в баре танцевала А как сюда попали? Друг порекомендовал Фамилия друга? Капитан Маслов Вам пять минут На рапорта Какие рапорта еще? На материальную помощь На материальную помощь? Рапорта об увольнении По собственному желанию Подождите Я ничего писать не буду Не имеете права Ладно Вы летите по статье Через 23 минуты У меня в кабинете С рабочими тетрадями Будем проверять уровень Вашей служебной подготовки Ну Значит в Берлине говоришь? Так точно Общая стоимость квартиры 650 тысяч евро Сегодня нужно было внести залог А он мне Дополнительные расходы Следствие Ну сука Да Ментам доверять нельзя У них От бабла уже Сображалку клинит Найдут зайнули на и кваса хорошо А нет Ничего Полагаться не будем Тут мне донесли Что у этого Татарина Дружбан есть Некто Дьюти-фри Последний браток России Он наверняка к нему пошел Там и норки И ксивы фальшивые И лаве В общем поставьте за этим Дьюти-фри ноги Он нас сам к нему и приведет Ну Давайте Давайте Ну а ты Ты то что молчишь Не попугай А козел Вот отдам тебя гипа Да что Да не Папочка пошутил Пошутил папочка Вот ваша сдача Спасибо большое До свидания Девушка Мелочи не поможете Ой нет мелочи А вы знаете что Злая Тать Людям надо помогать Тихо Тихо Улыбку с лица сотри Нарушку УСБшная С улицы На нас смотрит Ищи мелочи Слушай меня внимательно Я тебе в карман плаща Положил бумажку С номером одной машины Пробей по ней все Прямо сейчас Я позвоню Представлюсь Кополуненко Он уже полгода В московской бригаде Никто ничего не заподозрит Все поняла Ага конечно Ребята как? Злятся Понятно Передай вам привет И пусть глупости не делают Хорошо? Рустем Я Я все знаю Я тоже вас очень люблю Давай топай Топай Войдите Рассаживайтесь Рабочие тетради взяли? Никак нет Нароч полковник Команды такой не было Я думал это канцелярия Майор Латунин полагаю Так точно А где Маслов и Картавин? Работают на территории Я не стал их вызывать Отрывать от работы Зря Они должны написать Рапорта на увольнение И принести мне Свои оперативные дела А вы об этом Я прошу прощения За маленькое недоразумение Ребята двое суток Без перерыва работали Нервы опять-таки От этой банды Зайнулина Всего можно ожидать Майор То что ты называешь Недоразумение На самом деле Борсость Безнаказанность И беспредел Твои люди Ворвались в квартиру Женщине Нанесли ей побои Хамили Отняли у меня Удостоверение Попутно угрожали тюрьмой Они будут уволены Не думаю Мои сотрудники Проводили обыск В квартире бывшей жены Находящегося в розыске Преступника Никаких доказательств Нанесения побоев Или их неподобающего поведения Кроме ее слов Нет Кроме того В квартире гражданки Зайнулиной Были изъяты Три боевых патрона От пистолета ТТ Против нее Возбуждено уголовное дело И она задержана На 48 часов Что касается вас При всем уважении Вы Будучи пенсионером И личным другом Зайнулиных Попытались Попытались Незаконно Вмешаться В ход Проведения Оперативно Разыскных мероприятий И последовала Адекватная Реакция Моих сотрудников Хочу предупредить Я обратился В следственный комитет С просьбой Вывести дело Зайнулина Из-под вашего контроля Так как вы Можете быть Неадекватны В оценке Ситуации Я нашел Там понимание Мне кажется Так будет лучше Для всех Извините Из прокуратуры Звонят Да Секунду Кстати Там наша канцелярия В полном составе Чем-то отравилась Я их отправил На больничный Если вы не возражаете Да Да Я буду Сейчас Скоро буду Петр Карлович Привет Не сильно отвлекаю Дело у меня к тебе Крайне важное Анют Мне на фигуранта Нужно Не до тебя Хочешь Жди Ань Домой идешь? Позже Черт Что случилось? Да монитор полетел Блин Он давно на ладан дышит Я ж докладывала Я ж говорю Домой идти надо Мальчики Быстро Несите монитор Из своего кабинета Его отсоединять Завтра сделаем Мне не к спеху Я до завтра подожду Я не подожду И Рустем Вам привет от него Че это вы как крыжок заговорщиков? Домой идёт кто? Нет, щука Просто так Никого ты уволить не сможешь Но он же не писал рапорт Сам понимаешь Процедура А кто сказал Что будет легко? А ты же обещал Свободу действий Да Свободу действий Да, я тебе давал Свободу действий Но в рамках полномочий У тебя есть вакансии Набирай людей Свяжай команду Я же тебе говорил У него прикрышка Чтобы его скинуть Нужны веские основания Ну что, щука Будешь отзывать рапорт На должность? А вот хрен тебе Поехали Я ещё ни разу не взорвался Я уехал Буду завтра К девяти часам Всех начальников отделов ко мне Здорово, Писак Как работа? Денег на жизнь хватает? Честному журналисту Всегда не хватает Это плохо Но поправимо Слушай, честно Есть тема для тебя Нужна статья В газетах и в интернете Штук десять Желательно от разных авторов Троллинг Вову Патрулить Речь идёт о бывшем начальнике Убойного отдела Майоре Зайнулине И его операх Бывшие? А что произошло? Мы их вычислили Они работают С преступным авторитетом Погоняло Дьюти-фри Сделаем Есть изюминка? Есть Его лучший друг И вероятный подельник Только что назначенный Начальник УСБ Полковник Щука Расследование под угрозой Борьба с коррупцией Моё кредо Это будет бомба Вот возьми И взорви её Два коньяка А вот и наш клиент Прячь буклку Не наигрался в своём цахале Нарушкой поработаем А зачем тогда сказал Стволы с собой взять? А это для мента Если что Прямо с колёс будем работать Да слышал я про этого Дити-фри У него жены с детьми Прямо в машине подорвали Он теперь детей Про запас срагает А ты слышал, что он сделал С теми, кто их подорвал? Покойников он срагает Не хуже, чем детей Так что всем быть в внимании Не за лохом работаем Так Охрану он отпустил Наверняка не хочет Выдавать лёжку мента Заводи Титов Что за бардак? Служу России Значит так Я с тобой разговариваю Что за бардак? Служу России Слушаешь музыку В рабочее время Уволю к чёртовой матери Хочу подать заявление Кошка ушла и не вернулась Трое суток прошло Четверо Тогда пишите заявление Укажите цвет, пол и год выпуска А также пробег и длину хвоста Это же бред, Титов Гони уши Не имеете права Вы обязаны принимать любые заявления Что? Пошёл вон отсюда Минуточку Бывший пенсионер А ныне начальник ВСБ Полковник Щука Мои документы будут готовы завтра Если хотите уточнить Позвоните в Уфт Не надо Я уже слышал о вас И ещё услышите Титов Пойдёшь ко мне В ВСБ? В ВСБ? А чё пойду? Только если дашь Трехкомнатную квартиру В центре Служебный мэрс И зарплату лимон в месяц Пять миллионов И Порш с мигалкой Согласен Тогда завтра ко мне Не, ну завтра я не могу Мне баня Ну тогда послезавтра Титов Ты что Его знаешь что ли Я его Первый раз вижу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даня Привет Это Каплуненко Твой поклонник Ты мне пробила машину Что я тебе давал А Пишу адрес Вот дякую тебе А как там Русский Абрашидович Бегай Ай молодца Ни хай Ентим кейстапевцам Ни бежрать Ни гукнуть Ага Целу Пока Привет Это я Догадался Нашел своего паса Нашел Но встреча не сложилась Сейчас вроде снова нашел Нужна помощь Когда можем встретиться Адрес запоминай Средний проспект Дом 15 Подъезжай туда через час Сыпь позвание Я там буду Кваску выпьем В рамках дела По обвинению Ее бывшего мужа Следователь Избрал ей Меру посещения Заключения под стражу Ваши же подчиненные Просили ее задержания И теперь вы Просите ее освободить Просили Валентин Павлович Долго объяснять Но вы же знаете Что я назначен На должность только что У меня есть подозрения Относительно Латунина И его подчиненных Я считаю Что патроны ей Подложили Есть информация Или вы так Считаете Считаю Ну вот А майор Латунин Считаю Что вы выгораживаете Зайнулина И его жену Он даже об этом Рапорт написал Причем с копией В Москву Геннадий Денисович Поймите меня правильно Я не хочу Лезть в ваши разборки Вы недавно в должности Латунин сам Метил на ваше место Всякое может быть Ничего личного Патроны есть? Есть А доказательства того Что их подбросили Нет Поэтому пускай пока Гражданка Зайнулина Зайнулина Посидит Как говорится Не знаешь Как поступить Поступай по закону А вы знаете Какой Главный закон Нашего общества? Равенство Перед законом Нет Закон Относительности К одним Он относится К другим Нет Вот поэтому Я Предпочитаю Оставаться Другим Уважаемый Геннадий Денисович Но это тоже Относительно Щука Щука Девушка Можно сделать заказ Сто грамм водки И квас Кваса нет Сок и кула У меня есть свой Не парься Хорошо Тебе чего? Минералочки Сейчас принесу Квас Меньше трепа Че батя сказать Какие документы Мастрячите Паспорт Российский заграм Вот фотки Нужен завтра Заказов много Послезавтра И Тройной счетчик За срочность Зараза У меня сегодня Только на двойной Ладно Стой А только на загран Завтра прям хватит Нет В общем Завтра приходи на пятак Остальное донесешь Девушка Счет И это у вас Карта можно оплатить? Да Можно ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лежит винтиара Зашел в хату Я по домофону Его номер срисовал Он того Стремался По сторонам Озирался Наша тема Работает Адюти фри По обстоятельствам И это Мадам Бавари Я в этом должна На публику выходить? А муж если увидит? Да его вообще Контрашка хватит А че? А мне нравится Ну что ты смеешься А Слуцкий Он вообще не режиссер А извращенец КОНЕЦ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Валим отсюда! Сейчас копы прибегут! На автомате! Пальчики дьюди-фри! Из-за него его девчонку развалили! Ну ладно, послушайте, пойди ещё! Давай помогаем! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ГРУШИН! Гаров, привет! За совершение убийства разыскивается Авгуров, Александр Александрович. Это дьюти-джи, что ли? Нифига себе! Дежурке скажи, чтоб молнии всё сделали. Жена заместителя прокурора города убита. Тумаков! Все материалы, концентрируй себя. Ты старший по этому делу. Отчитываешься, он ко мне. Понял. Ужин. Водки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ещё. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сталинград. Люди нужны. Свои люди. Тебе нужен Рустем. Он в розыске. Да и он не мой. Он твой. Найди его и помоги ему. Он не забудет. Эй, малыши. Щурята. Руки мыть. Ужин готов. Слушаю. Но убийство я тут при чем? Кого убили? Надо же. Еду. Я уехал. Ну что, думаешь, придет? Придет. Куда он денется? А хозяин квартиры где? В спальне. Ты кто? Обморок? Я Ахмед. Дворник. Тьфу ты. Встал. Вставай. Ты что здесь делаешь? Человек попросил. Какой человек? Где он? Тысячу рублей платил. Попросил, кто есть в квартире. Где он? Во дворе ждет. Так. Маслов, остаешься здесь. Картавин со мной во двор. Бегом. Пошли, пошли. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Застряли. Я сам вижу, что застряли. Звони скорее Маслову. Спускайся, иди скорее. Мы застряли. Бегом. Да, да. Понял. Бегу. Начальник убойного отдела Зайнулин. Свободен. Спасибо за сотрудничество. Вы из полиции? Из полиции. Из полиции. А кто это был? Оборотни в погонах. Жить хочешь? Поехали со мной. Покажешь, куда нау клиента отвез. Валентин Павлович. Валентин Павлович, я все понимаю, но группа ждет. Да-да. Конечно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что? Понеслась? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, давай. Рассказывай. Авгуров Александр. Кличка Дьюти Фри. Судя по оставленным документам, здесь был он. Я не знаю, что произошло, но ходил он в спешке. Да ладно. Ну что я, идиот, что ли? Когда жена тебя на 20 лет моложе, и тогда приходится прикидываться слепым. Что это за квартира? Софина и мама покойной. Она иногда, слово-то какое-то привязалась, иногда, уезжала сюда готовиться к спектаклям. Актриса. Говорила, что дома ей все мешает. Судя по следам пуль, здесь была настоящая перестрелка. Скорее всего, целью был Дьюти Фри, а Софья Николаевна оказалась случайной жертвой. Но нельзя исключать, что это было спланированное покушение на вас и вашу семью. Я уже вызвал начальника управления собственной безопасности, чтобы он с аналогичным ведомством из вашей конторы обеспечил вашу безопасность. Да ладно, кому я нужен? Что от меня зависит? Родион Витальевич, найди мне эту Дьюти Фри. Любые санкции, любые обыски. Но эта сволочь должна ответить. Понимаешь, из-за него все. И вот еще что. Да. Ни одна, слышишь, ни одна журналистская морда не должна ничего пронюхать. Сам понимаешь. Понимаю. Валентин Павлович, мои соболезнования. Родион Витальевич. Я очень тебя прошу. Угу. А это что за форма? Это? Это конспирация. Так, если насчет денег, то это к хозяину. И в этом месяце от вас уже приходили. А мы перешли на усиленный режим. Собираем деньги для борьбы с коррупцией. Так, вы вчера работали? Да. А вот такой парень, часа в три, высокий, лошадиное лицо, такой вошлепец. Вы знаете, у нас таких каждый день сколько бывает? Не-не-не-не, таких немного. Он водку с квасом пьет. А, этот, да он часто к нам приходит. Угу. Вчера с девицей какой-то сидел, такая отстойная. На голове гнездо воронье, волосы цветные и в разные стороны торчат. А о чем они говорили? Не слышали? Да, но мне надо. Вот вам кофе за счет заведения. С моими аппетитами вы разоритесь. Пожалуйста. Так, у меня сдачи нет. Может, вы карты? Сдачи не надо. Спонсорскую помощь малому бизнесу. А он карты расплативался или кэшем? Вроде карты. Название банка не запомнили? А, я вспомнила, я же все записываю. Начальник боится всяких мошенников. Вот, банкномер. Я зафиксирую. Так, а что он натворил? Он бандит? Он бандит. И его бандиты ищут. Могут зайти сюда, представиться пресс-эскими. Если узнают, что вы его видели, могут убить. Как свидетеля. Очень опасные люди. СМЕХ Давай, шевелись, Кулибин. Да все! Что случилось? Почему так долго? Да татарин этот хренов огрел меня. Так, мужики, а кто платить будет за срочный вызов? Так, еще одно слово. И ты мне сам будешь должен. Я понял. Ты как? Голова гудит. А что дальше-то делаем? Найдите таксиста. Узнайте обо всем, о чем его спрашивал Зайнулин и куда ездили. И сразу мне отзвонитесь. А ты? А я пока займусь его бабой. Да порожняк это. Она точно не знает, где он. Конечно не знает. А мне похрен. Я хочу, чтобы ее в камере порвали на мелкие куски. Чтобы каждый, кто подумает с нами играть как Зайнулин, десять раз подумал, как это аукнется его близким. Это бизнес. Мальчики. Так и уважать перестанут. СТУК В ДВЕРЬ Что надо? Открывай, полиция! СТУК В ДВЕРЬ Что происходит, я не понял? Вы куда? Где хозяин? Где хозяин? Что ты мне чешешь, чучело? Авгуров где? Авгуров? А кто это? Выводи его. Быстро пошел! Вперед! Погоди! Ну что там у тебя? Надеюсь, без жертв? Да пусто. Одного дусто взяли. Авгурова нет. А у вас что? Тоже голяк. Дома у него только охрана. Говорят, что где-то дача есть. Но где? Да что вы меня лечите? Вы с Дети Фри хорошо знакомы. И Зайнулин тоже. И что? И то! Должны знать, где его искать. С чего это ты взял? Мужики, я понимаю, у вас с Дети Фри тут отношения? Но тут убийство, тут не до оперативных игр. Сань, знаешь, что в нашей работе самое гибельное? Ну? Излишнее рвение и скоропостижные выводы. Не беги впереди паровоза. Угу. И послушай эфир. Потому что все может оказаться не таким, как кажется. Это вы меня типа учите, да? Упаси Боже! Просто советуем. Какие еще будут указания, старшой? ЭфирEEP! Да, это не так. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Долго же ты ждал, прежде чем позвонить? Я же не знал, у тебя телефон с собой, или ты его на хате оставил. А чего тогда звонишь? Хотел удостовериться. Я там был. Ищут. Знаю. Что произошло? Убили мою женщину. Хотели меня, не вышло. Кто? Не знаю. Но обязательно узнаю. Как ее звали? Софа. Земля и пухом. С моей башкой пить. Обязательно узнаю, кто. Времени у тебя не больше суток. Девку взяли за три патрона, вряд ли ее арестуют. Порви ее. Кто такая? Журналистка. Что должна сказать? А ничего. То, что не надо, она не знает. Я просто хочу, чтобы она вышла оттуда инвалидом и кричала по ночам о воспоминаниях. Ты маньяк? Кто бы говорил. А ты что имеешь в виду? Только не рассказывай мне, что эту наркоту в дежурке ты изуронула, потому что от нас сбежать пыталась. У каждого из нас собственный кайф. Или ты забыла, кто тебе помог простым увольнением отделаться? А я помню. Все помню. Переоденусь. Если будет орать, не стремайся. Я с вечерней сменой все решу. Чего? Ну, таксер рассказал, что Зайнулин спрашивал об одном клиенте. По приметам это квас. Он показал ему кафе, куда довез кваса. Мы и здесь, но тут уже заступила ночная смена. Адрес девчонки, которая здесь работала днем и вечером, никто не знает. Директору звонили, трубку не берет. Походу, мы уперлись на сегодня. Один я никогда не упираюсь. Детективы, блин. Ладно, отдыхайте. Завтра в девять в нашем кафе. И на работе без меня не появляйтесь. Понятно. А то наш новый шеф вас съест. Она хорошая была. Веселая. Нежная. Только разводиться не хотела. Артистка. У нее были бы очень красивые дети. Знаешь, какие у меня были красивые близняшки. А их хоронили в закрытых гробах. И Таньку. Это ж сколько надо нарожать детей. Чтобы всех одной бомбой не убило. Ну, сколько? А главное, что играем в эти игры. Мы оплатят наши близкие. За все близкие. За нас. Вот ты. Ты ковбой. Крутой мент. Настоящий. А ты знаешь, что за все придется платить? У меня никого нет. Она кого-нибудь найдет. Кто она? Жизнь. Или смерть. Вот ты знал, что я бандитов, которые Таньку с детьми убили в плен взял. Ну. Знал? Ну, знал. А чего ж ты не остановил? А ты бы этого хотел? Я бы хотел, чтобы ты не стал таким, как я. Хватит таких уже. Это не бандиты. Таньку с детьми убили. Я их убил. И Зовку тоже. Летом к стене. Сходи. Здравствуйте. Я Лиза. А... Понятно. Потом поговорим. Как он? Плакал. Плакал. Потом заснул. Послушай, пойдем, я тебя уложу в соседнем номере. Я пока не хочу спать. И сейчас-то он так. Да нет, он ко мне пару раз в год приходит. А у тебя дети есть? Надеюсь, что нет. А что так? Не та жизнь. А другой у тебя не будет. И главное, это вовремя понять. А у тебя что, вышло понять? Ну, ты не надо меня учить. Также провели обыски по всем известным адресам Авгурова. Содержано несколько его связей. В общем, работаем, Валентин Павлович. Спасибо. Отдыхайте, Родион Витальевич. Вы уверены, что вам не нужна охрана? Абсолютно. Завтра приезжает следственная бригада из Москвы, которая займется расследованием. Так что отдыхайте, дорогой Родион Витальевич. Отдыхайте. Что-нибудь еще, Геннадий Денисович? Да. Журналисты. Что? Журналисты? У меня есть информация, что журналисты разнюхали подробности истории. Завтра готовится большой материал на Девятом канале. Откуда? Следователь, постовые, опера, эксперты. Все хотят заработать. А с учетом задержания журналистский телеканал Зайнулиной, я убежден, что эта информация будет подана тенденциозным образом. Я понимаю. Я понимаю, куда выклонить. Уж не выли и подкинули эту информацию журналистам. Разглашение информации, составляющей служебную тайну, есть преступление. Вы меня обвиняете? Только не думайте, что это меня волнует. Но память, память Софы, будут полоскать ее имя, копаться в грязное белье. Ну, хорошо. Хорошо. Допустим. Я освобожу Зайнулину. Но вы мне гарантируете... Я ничего не гарантирую. Но я могу постараться воздействовать на ситуацию. Шансов больше среднего. Время дорого. Спасибо. Кто сегодня дежурный следователь? Дайте ему трубку. Да. Это Кокушев. Срочно приготовьте постановление об освобождении гражданки Зайнулиной из ВС. Да, да, Зайнулиной. Зайнулиной. Да. Материал и номер дела вам сейчас предоставят. Да-да. И ко мне. На подпись. А вот спекулировать на чужой битей это низко, Геннадий Денисович. Низко. У журналистов нет никакой информации. Если б была, мне бы все телефоны оборвали. Возможно, нет. А если б Кокушев не повелся, не освободил Зайнулину? Тогда бы такая информация у журналистов появилась. Зря ты так. У человека горе. Горе? Согласен. И что тебе? Из-за его горя все ему списать? Списать трусость? Списать лизоблюдство? Списать равнодушие? Да я больше бы его понимал, если бы он бандит с Златуниным и деньги пилил. Но он хуже. Он болото. Живет по принципу моя хата с краю. А такие хуже всего и опаснее. Они вроде бы в стороне, но самые страшные дела делаются их руками. И мне его не жалко. Жену его, да. А его нет. И не надо меня жалобить. Девочку пожалей, которая за три чужих патрона в камере сидит. Ей та камера всю жизнь снится будет. Что случилось? Раздевайся. Зачем? А зачем баба приспортируется? Вы с ума сошли? Помогите! 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 Да никто тебе не поможет! Поняла? Будешь вести себя тихо, будет просто больно. А будешь орать, будет очень больно. На колени! Класса ты! Мне что, гадина, нравится? У меня муж по всему оперу научил. Еще раз сонюсь и убью. Я... Зайнулина! Зайнулина! На выход с вещами! Извини, что не удалось освободить тебя сразу. Пришлось задействовать. Впрочем, это не важно. Я хочу помочь Рустему, но для этого мне нужно связаться с ним. Он наверняка как-то свяжется с тобой, когда узнает, что они хотели использовать тебя, как... Мне надо с ним встретиться. За дуру меня держите. Что? Не держите меня за дуру, Геннадий Денисович. Я жена опера, хоть и бывшая. Все эти ваши гнилушки, уловки, хорошо знаю. Сначала эти уроды из УСБ меня плющат, оскорбляют, сажают в камере. Потом психоподкорезбиянка пытается из меня кусок мяса сделать. А дальше появляетесь вы на белом коне. Ну что, хотите сказать, что вчера еще ничего не знали о том, что будете начальником собственной безопасности? Что? Это вы специально разыграли, чтобы найти Рустема. Лиза. Что Лиза? А может быть, устали и слушали, как я там по камере летаю. Понравилось? А как пошло не по-вашему, так давай спасать. Я понимаю. Я понимаю, ты... Утомлена? Давай, я отвезу тебя домой. Ночь на дворе. Я никуда с вами не поеду, и моими руками вы его не возьмете. Что-то ночью не беда. Подумаешь, бандитов нет. А вот ментам я больше живой враг не дамся. Как выпустили? Кто приезжал? А Роза? Понял. Что там? Этот новый шеф начинает меня доставать. Он ночью выпустил ее из камеры. Как выпустил? А вот так, блин! Принес постановление об освобождении. Подожди, а как он санкцию получил? Следак обещал, что все будет путем. Решил как-то. Все, хватит жрать. Собрались. Значит, вытрясите из официантки все, что ей сказал Зайнулин. А ты? А я доведу дело с девкой до конца. Так, началось утро. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю. Здорово, Щука. Газеты читал? Нет еще здравия желаю. А ты почитай. Полезно за завтраком глаза продрав. Вообще-то я еще не завтракал. Да и глаза не закрывал. Тогда цитирую. Назначение полковника в отставке Щуки на должность начальника управления собственной безопасности демонстрирует полное нежелание руководства МВД что-либо менять в сложившейся системе. Мало того, что полковник Щука запомнился за годы службы рядом скандалов, связанных с применением чрезмерной силы к подозреваемым, он еще и является бывшим начальником майора Зайнулина, объявленного на прошлой неделе в розыск за совершение ряда тяжких преступлений. А приятно, черт возьми. Двое суток еще не работаю, а как все заволновались. А вот еще. Не является ли назначение Щуки попыткой выгородить майора Зайнулина? Или же это ответная атака криминальной полиции на управление собственной безопасности? Шутки шутками, Денисыч, мне уже первый звонил. Ты там осторожно, не подставляйся. И этого Зайнулина найди. А я его не ловлю. Его Латунин со следственным комитетом ищет, а меня вроде как отрезали. Прикажете, поймаю. Приказываю. А со следственным комитетом что делать? Да пошли ты их на... Спасибо за ценное указание. Поймаю. До связи. Привет, Наря. Давай, только быстро. Сюда? Да-да, слива. Куда? Вот сюда поставь. Ага. Замерз. Тренируюсь. Вдруг поймают. А в Нижнем Тагиле холодно, говорят. Не говори ерунду. Для меня вчера Анюта адресок пробивала. Да. А меня там ждали. Разберись, что за фигня нездоровая. Андрей, здесь еще две коробки. Сейчас. Иду. Да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. У нас есть возможность проверить платежи по банковской карте Кваса. Без запросов и санкций суда. Рустам, ты что? Анриэлпл это надо хакера брать или человека в банке. Ясно. А ты его полные данные помнишь? Кваса. Наш памятник, как компьютер. Отлично. Пока пишешь, трупов с огнестрелами, выборшенных. Вчера не находили? Был один. Я ездил. Молодой парень у Смоленского кладбища. Пришли мне его фотку и данные на почтовый ящик. Все? Пока все. Телефон для связи оставишь? Андрюх, учитывая то, что я сказал сначала, давай я сам буду на связь выходить. Угу. Извини. Это нормально, зато если тебя поймают, на меня гнать не будешь. Кто-нибудь что-нибудь спрашивал? Угу. А такой симпатичный, черноволосый? Нет. Ты хоть бы на фотку глянула, дура. Зачисти территорию. УСБ, допиваем напитчики, освобождение. Дай помещение. Здесь будет проходить операция. Давайте, давайте, пошевеливайтесь. Начинается. Читать умеешь? Читай. Старший воперполномоченный управление собственной опасности. Ты знаешь, что это значит? Знаешь? Что мне ничего не страшно. Я ментов ем. Я сейчас позвоню в местный отдел, увезут тебя туда и будут драть сутки, не переставая. А потом подкинут пару доз героина и поедешь меня на зону фарточки шить. Это наш город, наш мир. И мы здесь все решаем. Ты меня поняла? Тихо, тихо, тихо. Успокойся. Чего завелся-то? Достало все. Быдло тупое. Добивай. Ну, чуть-чуть. Ну, все-все-все. Давай-ка сначала. Ну-ка, посмотри-ка на меня. Так он был. Ну, а чего сразу не сказала? Дуреха. Сейчас, подожди. Принесла? А ты? Паспорт, давай. Пупков Николай Сергеевич. Получше фамилии-то не было. Больше денег – лучше фамилия. Меньше денег – хуже фамилия. Чего, брать не будешь? Да пошла-то. Ну, зачем это тебе, я понимаю. А вот зачем это мне? Тебе нужен Зайнулин? Нужен. Только при чем тут его баба? Тем более бывшая. Если с ней что-нибудь случится, он обязательно вынырнет. Я его насквозь вижу. Я его насквозь вижу. Он не станет тихо сидеть в норе, узнав, что его бабу изнасиловали и изуродовали. И не жалко. Он же ваш, ментовской. Да какой он наш? Черт он, а не мент. Черт, который не соблюдает правила. Не признает законы. Да еще свои пытается навязать. Нормальный мент живет, зарабатывает и другим дает. А он героя из себя решил поиграть. Героев ломать надо. Не. 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 Я воюю с Зайнулиным. Не с его бабой. И лишние проблемы мне не нужны. Не нужны. Это понятно. Но они у тебя будут! Потому что я их тебе организую! Ты понял? Ты прицепил мне вчера хвост. Думал, что можешь меня контролировать. Решил, что можешь мне жизни учить. Что сможешь обойтись без меня, послать своего бегемота и сказать, Зайнулина у этого дьюти-фри доволен результатом! Ты без меня не обойдешься. А вот я без тебя легко. Знаешь почему? Потому что ваш век кончился. Твой и дьюти-фри. Вас нет. Вы телки, которые зарабатывают нам деньги. Без нашей крыши вы пустое место. Понял? Авторитет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да говори. Так, я уже понял, что он ищет кваса. Какой банк? Трекбанк? Значит, узнай, кто из наших его крышует и свяжи с ними. Я на связи. Ну что, надумал? Куда людей прислать? Адрес на обороте. И сообщи мне, я туда прессу хочу кинуть. Нехорошо муженька держать в неведении. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Очухался? Да вроде того. Я вчера это... Не очень? Нормально. Ты куда? Надо пацанок дернуть. Пора начинать разбираться в этом блуднике. Будь осторожней. А у меня для тебя подарок. Ты сказал, что вроде завалил одного. Ну, кроме тела Софы, там никого не обнаружили. Узнаешь? Он тварь. Фамилии парня. Веневский труп обнаружили в трех кварталах. От места стрельбы. Тут его данные. Фотку перешлю. Дальше все сам. Ладно, не маленький. Спасибо. Ты давно тут гасишься? Третьи сутки. Долго. Наверное, у пора менять. Сань, скажи, у тебя есть кто-нибудь в трекбанке? Нет, мы можем поискать. Только время надо, что. Ладно, забей. Береги себя. Алло. Будьте добры, свяжите меня, пожалуйста, с карточным центром трекбанка. Карточный центр трекбанка. Ирина, приветствую. Здравствуйте. Хотелось бы уточнить последнюю операцию по моей карте. Назовите свою фамилию, имя и отчество. Каштанов Олег Сергеевич. Дата рождения? 6 мая 86-го года. Номер паспорта. Не надо паспорта. Ваше кодовое слово. Вы слышите ваше кодовое слово? К вас. Правильно. Что вас интересует? Меня интересует банковская операция по моей карте за последние сутки. Секундочку. Последняя операция оплата покупки в фирме Трес Пальмас Тур. 52 тысячи, сегодня в 12.03. Все нормально? Вы подтверждаете эту операцию? Да, подтверждаю. Спасибо. Всего доброго. Василий Алексеевич, ну это вы могли бы и сами подписать. Зачем мне отнести? Лучше вы. Вы человек новый. Я не знаю, какие у вас требования. Осторожность с осторожностью. Вещь полезная. Но переборщивать не надо. А разве в нашем деле можно переборщить? Газеты читал с утра. Советский спорт. А что? Нет ничего. Геннадий Денисович, разрешите? Заходите. Спасибо. Если вы по поводу моих сотрудников, они сегодня вечером будут с извинениями. Хотя их уже пропесочил. Я не по этому поводу. Ну и на то, что вы своим вмешательством сорвали разработку жены беглого майора Зайнулина, я тоже не обижаюсь. Вы великодушны. Кстати, ваш источник, эту бывшую сотрудницу женского трезвителя Розу Сапаткину, я передал в угрозыск проверить на причастность к избиению девушек в районе ее проживания. Очень по приметам подходит. Я рапорт никуда писать не буду и повода себя наказать не дам. Евгений Максимович, ознакомьтесь с документом. Это планы реорганизации нашего управления. Я хочу слить ваш отдел. Ну, то есть, соединить. Ваш отдел и отдел линейных разработок. Суть одна, а только бюрократию разводить. В министерстве уже ознакомились. И начальником нового подразделения вы, конечно же, видите, не меня. Буду думать. Но во всяком случае вам не о чем беспокоиться. Управление обязано предоставить вам соответствующую должность. Кстати, освободилось место начальника отдела полиции в поселке Вознесение, Подпорожского района. Всего 400 километров от города. Хороший ход. Но я прикомандирован к бригаде следственного комитета. По делу Зайнулина. Все дела когда-то кончаются. Я вас не задерживаю. Да ну, ерунда какая-то. Никто не даст этому щуке наш отдел реорганизовать. А не скажи. Он тебя не заставил уже начальника отдела проверок рапорт написать. Леонидыча? Леонидыча. Да он же тут сто лет работает. Уже нет. Говорят, вышел от этого щуки весь зеленый. А сегодня ребята из группы Султана поехали с угонного отдела получать. Так залудились. Говорят, мол, что мы последние дни работаем. Подвинули нас. Сначала свои проблемы решайте, а потом приезжайте. Хватит! Никто никого не подвинет. Честные герои менты только в сериалах бывают. Что у нас по Зайнулину? Съездили в УБЭП к Замарашкину. Сказал, что сегодня сделает все по этой карте. Просил двушку. Вычти из его взноса. Хорошо. Как только появится информация, сразу же сообщайте мне. Зайнули насчет кваса. Мы тоже его ищем. Убьем одним выстрелом двух зайцев. Свободный. Исмаила Славовныч, здравия желаю. Вы на месте? Здравствуйте, Италий Сергеевич. Обходняк подписал, дела сдал. Документы в кадрах. Что делать? Погоди, я твой рапорт не подписывал. Но ты же меня позвал не для того, чтобы я месяц документы оформлял. Я сам за тебя и подписал. Для ускорения. Надо найти Зайнулина. Это непросто. Понимаю. Фрукты могут знать. Но они не скажут. За ними уже ходит Нарушка Латонина. Но они не увидят того, что надо. А ты сможешь. Я понял. У нас сегодня была только одна такая операция. Господин Пупков купил билеты на Бали. Дешевый отель и чартер, но зато на месяц. Пупков. Пупков. А как он выглядел? Такой высокий. И лицо такое узкое, такое длинное, поколошенное. Да, у меня есть к сырокопии его паспорта. Вот, пожалуйста. Вылеты Пупков. А когда улетает его самолет? Завтра в 18.10. Алина, вы молодец. Приходите, я подберу вам замечательный тур. Неприменно. Ты все понял? Знаешь, в главке говорят... Мне все равно, что говорят в главке. Ты пойдешь и сделаешь то, что я тебе сказал. Иначе клянусь задницей министра. Я уничтожу тебя прямо сегодня. Что ты, дорогой? Что ты? Я ж ни от чего не отказываюсь. Только вот у меня сейчас такой суммы нет, а ее изымут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Младший сержант Попов. Ваши документы. Нет. Пока ничего нет. Чего сдыхаешь? Людей дитюфри следователь отпустил. Информации о нем ноль. Ну, дело житейское. Сразу только гопники попадаются. Да у меня майор через два месяца. Сейчас выговор впаяет и все, пролетел со званием. И с должностью старший по ОВД. А это, между прочим, бабки. Саня, срочно беги в канцелярию. Там информация по розыску на дюти-фри пришла. Да ладно. Да не за что. Давай, давай. Ага. Тсс. Да нормально все. Нормально, не парься. Ты что делаешь? Ну, кто-то же сдал Зайнулина. Анька не могла. Она с ним спит. Я, само собой, тоже не сдавал. А Саня поближе к начальству. Подальше от проблем. Вот. Два звонка от Латунина. Я оперативную трубку по базе пробивал. Чего ты гонишь? Никто меня не искал. Да? Да. Значит, я их не так понял. Занятие для хвоста. Не знаю. Веляния. Слежка. Ну так, Мамедов будет давать показания? Однозначно. Зови. Заходи. Разрешите? Заходи. Я в коридоре подожду. Угу. Садись. Ну, говори. Я надеюсь, ты не забыл о моем просьбе? Люди уже работают. Вот и хорошо. Ничего, ничего. Такое ведь не забывают, да? Я злопамятный. Да, да, да. Все, скажи всем, что я буду через час. Ясно? Да. Где была, где была? В тюрьме я была. Да я не шучу. Серьезно. Нет, я приеду и расскажу. Ясно? Все. Давай, пока. Через час. Продолжение следует.